Сегодня в здании правительства глава региона обсудил меры поддержки педагогов с участниками областного этапа конкурса «Учитель года-2019». Вопросы касались реализации федеральной инициативы «Земский учитель на территории области», которая обсуждается сейчас в Москве, а также создания областного закона о повышении статуса учителя. Было бы забору, если бы мы воспользовались тем, что вот здесь такие умные, талантливые, красивые собрались, чтобы мы поговорили о интересной инициативе, которая прозвучала здесь, в этих стенах, чтобы разработать закон о Дианской области о статусе педагогов. Мы хотим действительно существенно повысить статус, существенно повысить авторитет в обществе учителя-педагогов. Так областной закон разрабатывается специальной рабочей группой с учетом опыта других государств. Документ в первую очередь будет призван защитить честь и достоинство учителя в рамках правового поля. В нем будут закреплены права педагогических работников, условия личной и профессиональной деятельности, аттестация, повышение квалификации, видопоощрение и меры социальной поддержки. По сути, как у нас у депутата есть неприкосновенность, то педагог тоже должен иметь такую неприкосновенность. И как следствие закрепляется особый статус труда педагога. Педагогический труд, он действительно особый труд, он отличается от всех других профессий. 15 лучших педагогов области обменялись инициативами по улучшению системы поддержки педагогической общественности. Александр Цыганов, победитель областного конкурса «Учитель года-2019», рассказал о своем личном стимуле работы и долгом пути развития как профессионала. Сегодня в родной 55-й школе все знают и уважают учителя русского языка и литературы. Коллеги ценят за индивидуальный подход каждому ребенку, дети и родители любят за талант и стремление к самосовершенствованию. Конкурсное движение, сразу скажу, что оно необходимо, потому что это некая ступенька, некий способ познать что-то новое, показать что-то новое. И немаловажно один из способов обобщить свой собственный опыт, потому что не всегда у учителя есть возможность писать статьи, обобщать то, что он делает в течение лет многих. Конкурс – это один из таких способов. Глава региона Сергей Морозов еще раз поздравил педагогов с заслуженной победой и вручил призерам и победителям конкурса денежные премии в размере 30 тысяч рублей. За третье место – 50 тысяч рублей, за второе и 300 тысяч рублей за первое. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.